итак уважаемая не читаю выражаю благодарны за сердце и кости абрикосов персика который мне прислали много лет назад я вам когда-то года два назад это цитировал ночи важно потому что мне я подбирал данных чтобы опровергнуть самого я проверку вот именно это право пользуясь случае выражая вам огромную благодарность вы мне прислали сейчас среднем по возле в городе ульяновске теперь не только у меня растут ваши крупноплодные абрикосы и персика сански растут без укрытия абрикос 1 усилел из пяти взрослечек из косточек и вот видите почему выбирал таки оказался самым крупноплодным крупней чем привитых черенками извините зачем купил зато продаю вот она не на кимова теперь дальше на рынке покупатели не верили это умудриться продавать плодами это такое расточительство помните два года назад и ругал покупатели не верю что на прикосы растут у нас они привозят то есть для ульяновска абрикос это что такое что-то такое невиданное не слышно вы видите чем разница и какой нишу нам надо заполнять наука не поможет я конечно рассказываю истории происхождения огромное спасибо за ваш труд тогда я написал траценко почему он ведет один из моих каналов а я туда практически не заглядываю там свой смотрящий траценко павел редактор моих книг я пишу павел николаевич теперь у нас есть телефон зовут инакимовна живет ульяновске урожай персиков этого года последнюю создание в теле все четыре ведра ну согласитесь что и из косточки это может стать круто нет можно сказать виноград зеленый сказал в леса не допрыгнул помните басю зуба можно так сказать милость кисловатых ребят кстати обратите внимание мелкие это дорога крупнее и лечить они террас это почему это с одной стороны вот вот я фотографии теперь мы берем следующего товарища персик-хасанский выращена серенка прививка на сливу местную когда мы будем все отрицать абрикос королевский привит на местную желтую сливу и серка прислана вами сейчас как называется такой момент сейчас вы увидите и так посмотрели представляет ну это привит на абрикос королевский клон железова выращен из косточки вот на шестой год простим железова что на шестой год вот этот вверху или внизу а вот он вот тот привитый вот он вы представляете что он написал ну что съели а помогли вам ваши ляхи или как там было это знаменитая фраза я тогда взял думаю на этом можно было бы остановиться вот но наш спор остался открытым и так ваулин на нашей стороне 100 процентов но ваулин это не вся наука так сейчас идет пачка за пачкой ежегодно выпускается тысячи 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 а ботаников б биологов в экологов г агрономов е еще кого-то и все они знают точно сто процентов знают что только дикари согласно поэтому я взял еще несколько примеров но не удержался прошло сколько лет пять-четыре когда я вам показывал такие же фотографии только ранее вот наш первый урожай этим летом восторг невероятно вкусное просто невероятно посадила штук десять семян самых крупных которые предназначались для будущей прививки вы поняли как я говорю маджурцы поэт раз этим вырастим с них черенки возьмем с культурных и на маджурцев три варианта вспоминаем а подвой посела вместе где планировал деревья на последнем месяце подвой не взошел зато прямой заколыхался на грязь взошло то и дерево самым самим че удалил а остальные росли за свинами четвертый год на первых плодики осыпались внимание на пятый год этим 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 вот пожалуйста ну вот скажите мне я же ничего не выдумывал вы можете набрать те 200 сайтов которые украли мои фотографии там есть фотографии не хуже но они все 200 и эти фотографии присвоили украли и нет они никогда в жизни не пробовали такие абрикосы ну это ладно там они якобы продают привитые а вы сеются получите вот такое чудо а мне еще надо потом еще не просто разбираться с этим и пустыцами теми развитием нам с братом вот просто изгаляться над ними как-то надо отучить от этой херни так грубое слово извините вот они сеются я ничего не придумал ребята а это мне пересылает павел троценко у него свои это там подборка все что интересно шлет ко мне я туда не заглядывал это один из каналов если мой называется который я веду с этого сапожили тот называется о господи тут называется сейчас забыл рука тут нету этого надо потом уточил скажу там тоже свои эти ну кто на что наткнулся тут там и застрял мы поняли да полюбовались а это что такое у меня 5 или 6 таких фотографий я показываю как раз по одной как бы ростать удовольствие карта слова вот моя любимая девушка из-за этого самого если челябинска я приезжаю на слет вот она идет мой этот мой сайт все меня был первый Я как раз там отдыхал, ну как отдыхал, только вздохнул между этими лекциями, многочасовой лекцией и стал. Ради меня съехались столько городов, вот вспомни, если меня видит этот самый Сергеев Николай Георгиевич, да, организатор съездок и слетов. Вот, он моей фамилии туда привлекался, на всей России, еще плюс этот, Казахстан, Украина, Белоруссия. Было? Гражданин Сергеев. И вот я в коридоре выхожу, и мне на шею кидается красивая девушка, вот, прям кидается, целует. Это такое счастье, значит, что ты кому-то нужен. Это ее, Катенькины абрикосы. Я вам одну только фотографию. Искусственные, фаина, ребята, неудобные, я вам уже показывал дважды, только другие фотографии. Наконец, сенсации, сенсации, я тоже наука не заметил. Я не знаю, есть ли в Калининграде какая-то наука? Ну, пусть поближе. В Санкт-Петербурге я знаю, что институт очень сельский. Закрыли, нахрен. Я знаю, почему закрыли. Они не знали, как вырастить, у них все гнило. Это Людмила с Калининграда, ваша поклонница ученица. Посылаю вам три видеотчета. Люда, я сейчас возьму, я отсюда взял, здесь стер, неудобно. Ваш телефон. А мы давно не общались. А видеотчеты, я их луплук глазами, где они? Но фотографии вы прислали две. Первая. Вот это вот. Абрикос. Кстати, сразу скажу, это бай. Вот. Читаем. Сажать новые саженцы уже некуда. Вот здесь был мой телефон, вот здесь вот. Вот. Но так хочется размножить великана. На непривитых плоды вкусные, но скромных размеров. На непривитых. И они по четырьмя... Уже по четыре метра высотой. Вопрос. Вот что, значит, наверное, это испорченный человек. Может, стоит попытаться порвать в крону таких абрикосов? Возможно, и на родных ветках плоды укрупнятся. А годы прошли. А, какие прошли? Двадцать первый год. Это ровно год прошел. А я-то думал. Первый сентября двадцать первый. Да. Боюсь, что если вы пробовали... Что я вам ответил? Пробуйте, пробуйте, а вы нам расскажете. Читаем дальше. Ну, не письма, а сказки. Мы с вами в сказке живем. Ведь это настоящее волшебство. Волшебники – это пока те, кто нарисует плоды. Вот. А потом люди покупают, чтобы такие были, как нарисованы. Это вот они пока волшебники. А вот и мы. У меня пятьдесят пять деревьев абрикосов. Вот она. Наша девушка. Выращенный хискостик. Половина из них я привела вашими червяками. Но вот незадача. Каждый год во время цветения случаются заморозки. И плодозначение скромное благодаря выжившим цветочкам. Но нам хватает за счет количества деревьев. Это тоже не пустяк. К среду своему перепутывался сорта. Не знаю, где какой. Просто хотела, чтобы были разные абрикосы. И очень интересно. Одно дерево каждый год дает плоды гораздо крупнее остальных абрикосов. В этом году в среднем, заметьте, 130 грамм – это средний. И вот она, бах, весы. 133. Вот она, рикосмен. Рикосмен мог стать Сернобаевым. С моим Баем тоже Баем. Взял фотографию. Награненный стакан. Вот такая вот. Пись фотография. А на весы не мог. А меня позвать не мог. И получилось, что я теперь соскатил на второе место. Ну, что это такое? Моя ученица меня запользовала. Я все это, как бы, ерничаю. Я все это гордостью говорю. Я же не злюсь, я все чуть. Вот. И второе место. И если мне потом будет доказательство, что у Мезина, я все путаю. Два человека, Бакарова Мезина. Вот. Значит. Кто-то здесь пришел от Сернки со 150 граммов. Жду, надеюсь. Может, они окажутся со 130 грамм. Ну, то есть, такой же порядок, как у меня сейчас. А может, и 160. А чем все решить? Так вот. Обращаюсь уже не к нашей Людмиле, а к Мезинову. И к Мезинову и Макарову. Вы самые продвинутые садоводы. Не самые-самые, но, назовем, первый десяток. Значит, самое главное сейчас для вас – это выйти на российскую арену. Я вышел, да, меня знают все, зубами скрипят, знают. Вот. Но мне ходу нет. Я нажил много врагов. Еще ниже вам покажу, почему. Вот. И брат мой нажил много врагов. Вот. А у сына фамилия Железа, значит, ему тоже ловить нечего. Хоть он агроном и один из лучших садоводов России. Так и на пенсию уйдет, управляя краном. Это Россия. Но у вас есть шансы все. Вы врагов не нажили. Самое главное, я не знаю как, вам нужно выйти на российскую арену. Чтоб про вас знала каждая собака. Извините за такой, ну, вообще довольно превысший термин. Чтоб каждая собака вас знала в России. И да, а дальше как в этом. И это. И каждая дворняга мне лапу подает. Чтобы все вас любили. Чтобы все вас знали. И сейчас у вас выдающиеся результаты. Ну, наполовину на готовом, да. Потом ваше добавляется результат. Как хотите. Я раскручиваю как могу. Но возможности ограничены. Выходите на... И только тогда, когда узнает каждая дворняга. Дорняга, вот, вот образно говорю. Вот тогда вас дозовут выдающимися. Да, у вас выдающиеся сады. Все. И сидите. И не рыпайтесь. Или засучивайте рукава. Как вы будете вылазить оттуда с неизвестностью? Я не знаю. Но чем больше от вас будет славы, у вас еще, у Кати, у Алексея, вот, и... Нам ловить нечего. Фамилия Железова, это как сказать? Это так же, как в свое время Лосенко была. Фамилия. Ловить нечего. Давайте, ребята, вперед. И моложе, и я вам... Это мое напутствие. Результаты выдающиеся, но вы не выдающиеся. Вас не знает общественность. А мой что? Узкий круг. Извините за такое отступление. Я не мог не сказать этого. А вот еще один кандидат. Ой, боженьки ты мой. Так, для чего я эту фотографию показал вам? Для чего показал? Для чего показал? Наверное, потом вернемся. А, вот они. Вот он, академик. Это приполярный округ. Так. Вот. Синий с абрикосом. Вот ради этого. Ну ладно, этот привитый. А вот этот. Итак. Знакомьтесь с еще одним кандидатом. Но не в депутаты. А кандидат в удачу садоводы. Это Кандауров. Вот. Это Ханты-Мансийский округ. Это приполярие. Вот он с персиками. Мы не будем долго. Я искал вот эту фотографию. Итак. Ему можно верить, нет? Ну как, посмотрите на этого человека еще раз. Ему можно верить? Приполярный округ. Внимание. Читаем. Синий с абрикосом. Синий с. Конечно, он краску красную потерял. Ну и что? Лучше перестал быть абрикосом. Вот так вот. Синий с. Ну от кого он его достал, вы уже сами догадались. Так. В 21-м году первое плодоношение манджурского абрикоса синий с вашего патриарха. Первое цветение было год назад. Тогда плоды не завязались. Этот абрикос единственный из моих сохранивших живое цветочное кошки. По советской идее морозов 38. Милос сильным линометром. Размер плодов вида на фото. Весить не удалось. Плоды все большим румянцем. Косточки отделяются хорошо. На вкус сладкий, с легкой горчинкой, после вкуса. Я думал, горчинка будет сильнее. Видимо, все же папа близок у тоже на абрикосах. Ну вот, пожалуйста, еще пример. Вот меня можно чем-то укорить? Например, сказать. Ага, вы ей послали кошки манджурского абрикоса, а у него в России не кори. Нет, ребята. Нет, ребята. Сладкий, с легкой горчинкой. И вот эту горчинку, их и любят. И ни один человек для камня не кинул, кроме этих макусинцев. Этой самой. Но это два человека на всю страну. Так, неожиданно. Кузнецов. Я вынужден, я потерял сегодня полдня. Искал в разных этих источниках. Эти фотографии, они разбросаны были. Ну, господи. Меня задело то, что человек оказался между двух огней. Он меня цитировал. Вспомните. Там, про эти, это самое, Александр, как он. Вот. Он цитировал по переписке Маулина, директора института, да. Ему-то куда податься-то? Сюда или сюда? И тогда я сказал себе, я испорчу еще один вебинар. Уже такие вещи были. Все, чертовой матери, там сколько не отвечу на столько вопросов. Но я вам еще покажу несколько. Научка Хабаровская. Косточки от Железова. Вторую неделю жара по 35 градусов. Остальные дозревают. Было 36, созрели, упали. Так что на южном. Горали, растут абрикосы. Поняли? Косточки от Железова. Ну вот скажите вы мне, где дикарь перед вами? Я закончу выводом. Ко мне не прислали. Может быть и были дикари. Кто-то плюнул, взял топор. Но я в это не верю. Ну где дикарь? На фото в ладонях. Это дальше идем. Урожай из патриарха 1917 года. А на блюдце Самура 2,16 года. А? Вот смотрите. Вот это вот. Еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. Так. Ага. Путаюсь. На блюдце Самура. На ладонях патриарха. О. Идем дальше. Еще один автор. Ура! Получилось. Абрикос дал плод. Абрикос вышел из косточки, полученный от известного садовода и селекционера из Хакасии. Железа Лыка. Николай Полуектов. И заметьте, вот тот должен был бы быть красный, а он оказался желтый. Амур. А теперь спросите, а это что значит? На кого похож? Ну, видите, как он... Ну, а это же есть волшебство. Что такое волшебство? Вот. Это когда загадка. Не знаешь, что получишь. В этом и есть волшебство. Жить в сказке.